Живу с парнем 4 года, он наркоман, что делать? Он наркоман, это отражение вашей судьбы просто. Что делать? Духовной практикой заниматься. Не верю. Значит, надо общаться с теми, кто верит. Перенимать это состояние, учиться этой жизни. Как за него молиться? За себя молитесь сначала. Чтобы он отказался от наркотических веществ. Он откажется, когда вы сдадите экзамен. А если он не откажется, значит, вы не будете вместе. Если вы сдали экзамен, Господь дает другую судьбу. Он не оставит тебя рядом с этим человеком. Или тот будет меняться вплоть до смертельного исхода. Привожу вам пример. Не для подражания. А просто как подтверждение своих слов. Одна женщина серьезно занималась духовной практикой. У нее был тяжелый случай. Ее сын и ее муж издевались над ней постоянно. Били ее за то, что она молится Богу. Смеялись над ней. Издевались над ней и так далее. Вели себя безобразно с ней. Она менялась к лучшему. В какой-то момент она полностью их простила. И несмотря на то, что они плохо себя с ней вели, она их не осуждала совсем. И она успокоилась в этом состоянии и примела свою судьбу. Через несколько дней они погибли в автокатастрофе. Если человеку уже не положено, Бог оторвет. Вот хоть так. Понимаете? Бог обладает огромной силой. Он справедлив. Не надо ничего бояться. Бог всегда защитит того, кто идет к нему. Я вам крайний случай привел. Вам не нравится этот крайний случай? Не нравится? Тогда живите с наркоманом. И не выпендривайтесь. Если человек искренне служит молитве и самосовершенствованию, не может быть такого, чтобы он был несчастлив. Он прямо в этой ситуации будет счастлив. Он уже успокоится в этой ситуации. Чаще всего близкие люди сразу начинают меняться. Я знаю много примеров, когда наркоманы раскаивались и бросали употреблять наркотики. В этой ситуации уже становится хорошо. А если кто-то будет бунтовать против закона Бога, тогда Бог будет по-своему уже распоряжаться. Поэтому чего беспокоиться? Вот вы говорите, я в темнице вот с этим наркоманом живу. Да вы в темнице находитесь своей судьбы, моя дорогая. Если бы это не ваша судьба была, вы бы с ними не жили. Почему вы с ним живете? Потому что вам положено так. Это ваш экзамен. А экзамены бывают разные. Некоторые сидят по 10 лет в тюрьме. И ничего. Я знаю одного преступника. Он убивал людей, как мы семечки щелкаем. И он решил начать новую жизнь. Знаете, когда? Когда он ехал на Соловки. У него был там какой-то пункт населенный, в котором ему подарили священное писание. И он принял это как волю Бога. Начал изучать это священное писание. Так как у него одиночная камера, он сделал там себе небольшой алтарик, начал поклоняться Богу. И к нему подсаживали все время какого-то одного человека. Вообще там всегда меняют сожителей. А так как они увидели, что он поклоняется Богу, они оставили его в этой камере, подсаживали ему другого. И он им проповедовал, рассказывал, как правильно жить в каждом новом человеке. Принимал свою судьбу, прощал. Все время жил в молитве этот человек. Постепенно он по-другому начал воспринимать весь мир. Он почувствовал, что Бог ему устроил возможность много молиться. Не заставляет его работать, не обременяет его какими-то трудностями личной жизни. Постоянно дает ему возможность молиться. И даже не беспокоит его ненужным общением. Когда даже он в туалет захочет, то там для таких особо опасных преступников такое правило, что когда он идет, все кричат особо опасность преступника, там такие шкафчики стоят, все люди забегают там в эти шкафчики и закрываются изнутри. Ну то есть он даже в туалет нормально, как человек ходил, потому что никого вокруг не было, все забегали в шкафчики. Он ходил в туалет, когда он опять в молитву. И он знал, что никто его не беспокоит, потому что сидит ему пожизненно в этой тюрьме. Но он не сидел в тюрьме. Попытайтесь это понять. Он находился в глубочайших отношениях с Богом и купался в настроении глубокого счастья в отношениях с Ним. Воспытывал глубокое счастье любви. И даже надзиратели начали приходить с Ним советоваться, как жить. Он стал для всех святым человеком, этот человек. А мы не живем в тюрьме, мы сами создаем себе тюрьму. Мы живем в тюрьме своей судьбы просто, и все. И несчастны все время, даже если не наркоман рядом живет, а просто человек, все равно мы несчастны, потому что мы не знаем, как жить. Есть только одна причина. Мы не знаем, как жить правильно. Но у нас нет примера, нас никто не учил. Мы считаем, что эти все, кто верит в Бога, это фанатики люди, темные, а мы светлые. Ну или некогда такой жизнью жить. Надо же работать. А работать надо над своим сердцем, прежде всего. Все остальное приложится в жизни. С кем лучше строить отношения? С тем молодым человеком, с которым близко дружишь давно? Это очень хорошо. Но еще не стремиться к духовности. Или с тем, у кого есть жизни, цели похожи на твои? Это уже хорошо. Как общаться с мужчинами, с которыми общаешься в духовном обществе? Когда дружишь с кем-то, это хорошо. Но он должен идти тем же путем или просто идти к Богу. Нужно дать возможность ему познакомиться с этим, пытаться как бы. Если с кем-то уже строишь отношения давно, не надо искать еще кого-то. Надо намекнуть ему, что пора уже отношения как-то переводить в другое русло. Может быть, он и захочет это сделать сам. Не надо нового кого-то искать. Не факт, что человек, который занимается духовной практикой, будет дальше этим заниматься. Часто люди сходят с этого пути. Но если ты давно человека знаешь, если человек просто хороший, ты занимаешься духовной практикой, постепенно он тоже займется. Потому что это передается. Когда человек испытал сладости этих чистых отношений светлых, ему уже ничего другого не надо. Это передается, это примагничивает. Поэтому, если вы дружите с человеком, намекните, он вообще готов жениться или нет. Если он вообще металлогический друг, не готов семью создавать, у него нет силы жениться, значит, тогда, может быть, вам стоит закончить эту дружбу сначала, а потом уже строить другие отношения. Не надо сразу двое отношений строить. Это нечестно. Так постепенно можно все понять. Выше всего ценится дружба между мужчиной и женщиной. Это и есть вер в совершенство отношений. Но должна быть очень глубокая эта дружба. Потому что сначала какая дружба? Мы друг с другом общаемся. Почему? Потому что она вкусна. Женщина с мужчиной любит общаться. Мужчина с женщиной. Почему? Потому что это сладкий вкус такой. Чирик-чирик мы делаем, наслаждаемся друг с другом. Это не дружба. Это не дружба. Дружба означает о чем-то высоком говорить вместе, о чем-то важном. Вот это дружба и создает семью. Если у вас не было дружбы, просто чирикали с ним. Значит, у вас был тонкий секс с ним просто и все. Попытайтесь его развивать как личность. Попытайтесь, раз есть гармония, попытайтесь ему говорить о важных вещах. Если он не хочет слушать, значит, заканчивайте эти отношения. Попытайтесь завязать такие, в которых есть место возвышенному. А если у вас уже есть семья, в этой семье ничего не меняя, надо строить такие отношения. Потому что Бог очень сильно наказывает тех, кто ищет себе духовно развитого мужа взамен на неразвитого. Не работает над судьбой, а все рушит, и новую жизнь начинает. Кто был ничем, тот станет всем. Одна женщина в Москве ко мне подошла и рассказала свою жизнь. Это является уроком для всех нас. Сейчас я вам расскажу ее жизнь. Я очень благодарен за эту историю, она очень поучительная. Она жила с очень хорошим человеком, мужчиной, который не хотел заниматься духовной практикой. Она занималась духовной практикой, и у ней появилась такая мечта в сердце, что я хочу очень чистой, возвышенной жизни. Такой духовной жизни. А он хороший человек, добрый, порядочный, верный, но не духовный. А я хочу духовной жизни. И поэтому она взяла своего ребенка и поехала в духовную общину от него. Не хочешь духовной практикой заниматься? До свидания. Я духовный, а ты недуховный. Все, поехала в общину. Встретила там духовного человека. Я рассказываю про жизнь, целую жизнь этой женщины. Там определенным образом она сначала пожелала, встретила духовного человека. Он точно так же, как она, бросил свою недуховную жену с двумя детьми. Они начали духовные отношения с ним. Они в молитве жили с ним вместе, зачали в молитве ребенка еще совместного. К этому времени муж ее, так как он любил сына, он отсудил у нее ребенка, и ребенок вернулся назад. Она осталась только вот всем ребенком, который родился в этих отношениях. А тот муж уже женился заново, там все, у него своя семья. Потом, когда появился маленький ребенок, им тяжело было в духовной этой общине жить. Они переехали в тот город, где жил муж до этого. И муж начал ездить в командировки по недельке, по две. И она вдруг потом узнала, что он не в командировке ездит, а просто живет у своей жены с двумя детьми. Потом мне ей сказал, у нас с тобой духовный брак, а с ним у меня материальный. Как мне с ним материальный брак, я ее буду поддерживать, а тебе, если хочешь, тоже будут деньги давать. А жить я буду с ней. Это материальный брак, меня совесть замучила, я хочу вернуться назад. Вот она осталась в своем духовном браке, с своим ребенком духовным, и решила, что ей нужно семью создать. Новую. Но так как Бог был очень сильно недоволен ей, поэтому он ей подсунул пьяницу. И она, когда вспоминала своего первого мужа, она обливалась горючими слезами после этого. Видите, духовность — это не делать из себя вот это вот облако. Ясное облако не делать из себя, понимаете? А просто вот Бог дал что-то, и живи этим, и все. Вот это твоя духовность. Духовность означает любить человека, какой есть, прощать его, заботиться о нем. Пьяненький, вонюченький, но родной. Бог дал, забочусь, люблю, прощаю. Все. И он станет хорошим человеком со временем. Бог наградит вас на такую жизнь. Полагаю, что у вас есть неординарные способности. Как вы относитесь к ясновидящим экстрасенсам? С NFL на том, что и на самом деле. БУТО, ЖЕЛ, СЛИЦСИАННИЯ! Он получился в КРИК, и его периодически настроен, и его тренировка. Подождаться в КРИК. ЛИТНАМИИ! Я шел наугад По весенним протокам Меня ударила молния, и я стал ясновидящим Яснослышащим Яснознающим Ну а все, конечно, вокруг обычные People Я им даю Своё общение People have it Запомните, вот это вот ясновидящие, яснослышащие экстрасенсы Это люди, которые сильно хотят себя считать Богом Это люди страшные Потому что они сами не понимают, что творят Когда человек очень сильно хочет сверхспособностей То эти сверхспособности дают ему духи Потому что на самом деле сверхспособности Даются как награда тем, кто очень сильно хочет идти к Богу И когда человек получает такие способности, они всегда нужны для чего-то Они не бывают просто так Понимаете? Но если человек стремится к сверхспособностям Он не называет себя верующим человеком По факту верующий человек очень стесняется своих сверхспособностей И не проявляет их, где попало Когда ему говорят, что ты там ясновидящий, он корчится Потому что настоящая возможность видеть это, видеть свои грехи Если ты не видишь свои грехи, ты ни хрена ничего не видишь А если ты видишь свои грехи, ты не будешь делать крутой вид ни перед кем Почему эти люди очень сильно крутой вид перед всеми делают? Там они постоянно всем помогают, все прочее Это просто от безудержной гордости и все происходит Конечно, есть эти способности, это факт, это хорошо Но лучше, прежде чем они появляются, лучше начать духовной практикой заниматься по факту Потому что когда человек духовности не дотягивает, то эти способности, они портят его Представьте, он кого-то вылечил Сразу гордость необузданная начинает наполнять сердце Я разок был в обществе таких людей И они, эти люди, они мне показали вот это Я догадывался, что это так, но я не думал на какой степени Один человек подошел ко мне и говорит Смотри, в обществе каких людей ты находишься Глотай Я такой, не глотается Я забрал у тебя глотание Теперь глотай Раз глотается, я вернул тебе глотание Я лечу людей Помогаю многим Вот визитная карточка Приходи Он только отошел, вторая подходит Говорит, руки вытягивай вверх Вытягивай Это рука горячая, это холодная Смотрю, это нагреваться, рука начала Это холодеть Теперь наоборот Это холодная, это горячая, это холодная Смотрю, это холодная, это горячая Я занимаюсь магией Ты мне нравишься Можешь приходить ко мне, я тебя буду учить Но так как я имею опыт общаться У меня много друзей возвышенных Есть наставники Я вижу разницу в сознании Когда я прихожу к своему наставнику Он смотрит на меня как ученик, а не как учитель И говорит, чем я могу тебе служить Чувствуете разницу, да? В сознании Поэтому во всех духовных культурах считается Что сначала человек должен заниматься молитвой Духовным образованием А потом, когда он крепко встал в сердце Он не может быть уже хвалюком Он уже чувствует в себе цену Тогда он может изучать уже вот эти вот все вот Это называется раджа-йога в ведах То есть это йога концентрации С помощью концентрации внимания Человек может постигнуть тонкий мир Пытаться помогать другим Эту деятельность может совершать только тот человек Который реально подчинён своим духовному учителю И его всегда могут поставить на место Гордость в сердце человека появляется незаметно Её очень трудно изживать Её трудно увидеть Эта гордость разрушает сразу отношения с людьми И она появляется всегда Когда человек имеет дело с другими людьми И сидит выше Потому что все смотрят на него И когда люди смотрят на человека То они прославляют его Восхваляют его Если человек это не отдаёт своему наставнику Не считая это своей собственностью То в этот момент он начинает гордиться собой Сам не замечая того Разок я приехал к своему наставнику Я говорю, вы знаете У меня всё хорошо Много людей слушают мои лекции Их судьбы меняются Он посмотрел так внимательно на меня Там было несколько учеников И он вот так перевёл взгляд И начал с другим общаться Мне ничего не сказал Я посидел, посмотрел по сторонам И пошёл Потом начал молиться И понял, что я горжусь собой Потом я пришёл к своему духовному учителю И я ему говорю У меня всё плохо Я совсем загордился собой Я греховный человек У меня в сердце только одна грязь И моё ясновидение неослышащее Только мешает мне быть нормальным человеком Пожалуйста, помогите мне Дайте мне возможность быть нормальным человеком И он положил мне голову на руку Говорит, не волнуйся У тебя всё будет хорошо Никогда не гордись собой Понимаете, да, о чём я говорю сейчас Как вы относитесь к экстрасенсам Как отношусь к людям, которым нужно образование Духовное образование Люди должны прийти куда-то в какую-то веру Найти себе учителя какого-то И тогда их способности А у них есть способности у этих людей Они направятся в нужный рост Но такой человек, который образование получит Духовное, никогда не будет себя называть Экстрасенсом потом И ясновидящим Потому что тот, кто видит ясно Он прежде всего ясно видит свои грехи И если ему скажут, что ты ясновидящий Он скажет, побойтесь Бога так говорить Понимаете? То есть человек, который на самом деле ясно видит Он прежде всего видит грехи ясно В своём сердце Потому что те, эти так называемые ясновидящие Они вообще не видят грехов в своём сердце И их слушать очень опасно Потому что эти люди, так как они не духовно продвинутые люди Они видят тонкий мир, но не в том ракурсе Понимаете? И поэтому эти люди всегда настраивают на негатив Они могут видеть события, это факт Но они всегда приковывают тебя к чему-то страшному Они говорят, что у тебя вот есть событие И оно приведёт тебя вот туда И у тебя глаза квадратными становятся Почему? Потому что там всё страшно И потом они говорят, ну я тебя спасу Понимаете? И так как они говорят правду Через часть правды Это ещё хуже Потому что если бы не наврали Тогда бы было лучше Понимаете, как страшно? И такие люди часто говорят Тебя сглазили Испортили Отворот Заворот Поворот Наворот Приворот То есть видите, эти люди очень привязаны к негативу Означают духом Они настроены на веру в себя Они верят по факту не в Бога, а в себя И заставляют людей тоже в себя верить Привязывают людей к себе, а не к Богу Но есть священники, которые лечат Они никогда не говорят, что я вылечен Он говорит, по милости Бога всё хорошо У тебя всё будет хорошо А если я тяжело больна, не думай об этом Молись просто И так далее Они человеку дают вдохновение, дают силы И так далее Пытайтесь это понять В чём разница, да? Итак, кто задал мне вот этот вопрос Как вы относитесь к новейшим инферсенсам? Я вас ни в чём не обвиняю Я благодарен вам, что вы пришли на мою лекцию Но я насторожился этим вопросом Насторожился Пожалуйста, начните заниматься духовной практикой Это очень важно Иначе будут трудности у вас в жизни большие Я вам тоже Мне пожелали счастья Что тебе подарю Может, этот рассвет у меня для тебя Невозможного нет Бывает состояние как ночью, так и при дневном сне Редко просыпаешься и начинаешь дремать Резко просыпаешься и начинаешь дремать Находишься как бы и во сне Иные ощущения при этом реальные Сознание работает, но не может двигаться и говорить Это болезнь И происходящее во сне Ты начинаешь всё принимать как реальность Это, понимаете, такие состояния возникают Когда человек спит, у него гипоксия в мозге возникает Нехватка кислорода Тонкие каналы забиваются И перевозбуждается сознание Начинаются вот эти вот всякие изменения пространства, сознания Поэтому нужно лечить Нужно лечить мозг, иначе может быть инсульт Там ещё что-то со временем Какие-то трудности со здоровьем Они так вот начинаются Резко там пробуждаешься Или человек резко задыхается во сне Или он резко потеет во сне Ну то есть это предвестники вот того, что мозг перегружен Нужна разгрузка Нужно лечение состояния Нужно йогой заниматься Там дыхательными упражнениями и так далее Охватывает жуткий страх Да это признак того, что там нехороший процесс Во сне фигурируют люди, животные Когда перегрузка есть Я не буду дальше читать, я понял Когда есть перегрузка в голове То тонкое тело, когда снижено Понимаете, у нас есть тонкие каналы Они иногда забиваются И когда они забиваются То тонкое тело не может управлять грубым В результате в эту часть тонкой тела может войти дух Когда человек видит людей Каких-то страшных существ и так далее Это признак того, что Ну надо лечить психику То есть психика лечится следующим образом Сухой пост раз Упражнения статические Ну застывание в каких-то позах Два лечит психику Дальше Ледяная вода, вот как я сейчас купался Лечит психику три Сырая пища, сырые овощи Очищают тонкие каналы Когда человек сырую пищу ест Там два-три месяца на сыроедении не находится Очищаются тонкие каналы, четыре Но это не значит, что надо всю жизнь на сыроедении жить И считать, что вареная пища это мертвая пища Это неправильно Вареная пища нужна для увеличения энергии любви Сырая нужна для очищения организма Вареная пища нужна для того, чтобы любовь вкладывать Человеку не хватает любви Когда человек готовит пищу с молитвой Он передает любовь свою через нее Некоторые должны всю жизнь есть только сырую пищу Некоторые люди Когда у них много огня в организме И они очень болеют, когда едят вареную пищу Они интуитивно приходят к сырой пище И становятся фанатиками некоторые из них Они говорят, что вареная пища плохо Сырая хорошо Все должны есть только сырую пищу Почему они так становятся фанатиками? Потому что все люди живут в своей скорлупе Им очень трудно понять, что есть разные конституции человеческие Разные потребности Понимаете? Так как он почувствовал это здоровье Ему кажется, что всем надо только сырую есть Это нормально Когда человек развивается как личность Он перестает быть фанатиком У меня когда люди приходят, вот камешки подбирают Начинают учиться Все они подбирают камни сначала себе Я не чувствую, ох, подошел Я смотрю, человек вообще не подходит А ему подходит хорошо Тому, кто подбирал И вырваться из этой скорлупы понимания себя Очень сложно Для этого нужно реально сострадание развивать к людям Это со временем приходит Поэтому все люди фанатеют по тому, что им подходит Чаще всего начинающие врачи лечат тем, что им подходит Вот ему что-то подошло, раз, он другому пихает И думает, ему тоже точно подойдет И тот говорит, у меня живот от этого заболел Ничего, это обострение Через обострение вылечишься У меня уже живот пошел через прямую кишку выходить Подошление продолжается Обострение лечись У меня геморрой вылез Ничего, пролечится, залезет назад У меня геморрой не залез, остался там Это тебя прокляли просто Теперь с геморроем будешь жить И так далее Все проблемы со здоровьем с левой стороны Что это может означать? Это означает, что тонкое тело связано с женской природой и страдает У человека с левой стороны женская природа, с правой стороны мужская С левой стороны все страдает, значит энергия не выходит из организма С правой стороны не входит в организм С левой стороны энергия входит в организм, а справа выходит Но это, я не хочу на вопросы здоровья сейчас зацикливаться Давайте будем по отношению Как вести себя по отношению к жене, если жена выпала и не хочет меня видеть и общаться Выгнала и не хочет меня видеть и общаться Ну значит отношения вот стали такими уже невыносимыми, тяжелыми Не надо никак относиться к жене Потому что вопрос ведь не в жене, а в том, какая между вами жизнь Если между вами нет любви Значит тогда нет смысла что-то пытаться делать Олег Геннадьевич, как мне правильно крутить рулем, если он все время заклинивает Вот как мне приспособиться, чтобы не заклинивало Надо приспосабливаться, надо ремонтировать этот двигатель там внутри Вот чтобы он нормально крутился, надо там уже ремонтировать Понимаете? Вот сами отношения с женой выгнала жена Значит нет отношений, между сердцами ничего нет Надо начинать с сердца, молитву нужно начинать Постепенно что происходит? Первая стадия У меня жена не такая плохая, как я думал раньше Видите, отношения завязались Сначала плохо Я желаю счастья своей жене Я желаю счастья, дури такой Выгнала меня То есть негативная сначала связь Негативная Я думаю о святом человеке Чтоб жене было легче Скотина, хоть она и не достойна этого Я думаю о святом человеке Чтоб жене было легче А ведь сначала-то, ведь раньше У нас не все нормально было И она, когда замуж выходила Она ведь хорошая была Я думаю о святой человеке И желаю жене счастья Чтоб ей было легче Может она и сейчас такая же хорошая Просто вот между нами плохие отношения Я чувствую вот эту вот связь Отрицательную между нами Что-то начинаю чувствовать ее Я думаю о святом человеке Желаю счастья своей жене Чтобы ей было лучше жить Чтоб у ней все было хорошо Хочу, чтобы она меня простила Прощаю ее Она на самом деле хороший человек У меня много проблем внутри у самого Надо с ними разбираться сейчас Я думаю о святом человеке Желаю счастья своей жене Правда ведь у меня столько проблем Надо позвонить и вообще извиниться Но не сейчас Потому что между нами нет отношений Я думаю о святом человеке Пожалуйста, дай мне возможность Быть хорошим человеком Я запутался в этой жизни Я не могу даже понять Кто такая моя жена Я постоянно думаю о всех плохо О себе хорошо Дай мне видеть возможность Грехи в своем сердце И так далее Идет процесс, понимаете Потом приходит время У меня жена очень хорошая Я ее очень люблю Но пока у нас нет отношений Потому что это любовь только внутри И через некоторое время Жена приходит Или он приходит к ней Там встретились как-то И А мне все время кажется Ну почему так кажется Что между мною и тобой Ниточка завяжется Пошла И не надо торопить события Не надо сказать О, между нами классное отношение Молился за тебя Просто Как дела А я звонил сначала Но дома нет Всегда звучало В ответ Наверное Встретимся мы снова Я очень рад Но будет здорово Привет Понимаете То есть Ну начинается все так Просто На улице хорошая погода Помнишь Как мы с тобой встречались Первый раз И так далее Понимаете Просто Хотя бы что-то доброе говорить Не надо об отношениях говорить Они больные Не надо говорить о том Что вот мы покалечили Судьбу друг друга Не надо об этом говорить Надо говорить о том Что Просто о чем-то отвлеченном Постепенно Доверие увеличивается В отношениях Любое доверие увеличивается Возможность беседовать Появляется Потом беседа становится Глубже 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 А не то что Оп улыбнулись Друг к другу Лучше давай опять вместе жить Только улыбнулись И сразу вместе жить Люди в страсти Не могут Они не могут Просто понять Что сначала Между сердцами Должна установиться Снять связь Надо сначала Разговаривать Друг с другом Научиться Понимать друг друга В спокойном тоне Если близкий человек Тебе грязь Всю вот эту На тебя сбрасывает Ты прощи прощение Прощай Только помнить Обещай Вот Все время Проси прощение Прощай Только помнить Обещай И постепенно Он успокоится Я сначала выйди Потом нектар пойдет А потом беседуйте О том Как лучше правильно жить Что есть лекции Надо послушать И не надо вместе Сходиться Торопиться Потом придет время И вы попробуете Уже вместе жить Но на основе знаний Уже Все обсуждать Каждый день Разбор полетов Разбирать Что произошло И тогда У вас все хорошо будет А то чуть улыбнулись Теперь вместе Опять живем Ну и что улыбнулись Еще ничего нету В отношении нет Небольшое просто Тепло какое-то пошло Жена выгнала Значит Это означает Что пришло время Над собой работать Уже Так уже выгнала Жена Значит Что-то не то Да Что-то не то В жизни Значит Жена выгнала Да Я уже лечусь Девятого этажа Пора начинать Новую жизнь Как преодолеть лень Своей души Супер вопрос Как правильно молиться Чтобы прошла лень Работать над собой И отношениями в семье Узнать Что душа ленится Это очень большое счастье У всех людей душа ленивая У всех людей Она спит в этой жизни Как душа Как будто спит И как она спит Она спит Вот этим миром Я работаю Я женат Я не женат Я рожаю И душа в это время спит Потому что Душа Она как спит Она спит Наслаждаясь жизнью А оживает Когда она служит Когда душа Начинает служить Что-то вырабатывает Из себя Я прошу прощения Я прощаю Тогда она оживает Чаще всего душа оживает От испуга Вот жена Допустим уходит И душа ожила Прости меня пожалуйста Больше так не буду Я все Вернись Я все прощу Там Да Или с девятого этажа Летит человек Господи Дай мне возможность выжить Я так виноват Я раскаиваюсь Да все Все свои грехи Вспомни Раскаивался За все грехи Раз за сук Зацепился Не разбился Стряхнул Такой себя сук Ну блин Летя с девятого этажа О чем только не подумаешь Опять заснула Душа Поэтому Бог и не дает Созу засыпиться Потому что Душа как бы Не хочет Нормально жить Еще один Такой уже жестокий Такой немножко Но Отсвежающий Люди летят в самолете Это как раз для меня сейчас Люди летят в самолете И самолет начал падать И одна женщина молится Пора заканчивать Да И одна женщина молится Говорит Господи Спаси нас Спаси нас всех Мы начнем новую жизнь Пожалуйста Помоги нам И голос неба Слушай Говорит Я три года вас всех вместе Замирал Понимаете О чем речь Ничего случайного Не происходит В этом мире Давайте не будем Злиться на судьбу Надо просто Начать работать над собой Люди чем занимаются Обычно Они или просят Облегчения жизни Или они Хотят умереть Одно из двух Надо начать жить Жизнь означает Жизнь души Смотрите Есть какие признаки У жизни души Раскаяние Просить прощения Хотеть служить Хотеть заботиться Хотеть Мужчин Хотеть ответственности Хотеть терпеть Недостатки своей жены Хотеть терпеть Ее эмоции Прощать ее поведение Научиться чувствовать Святость Научиться молитве Научиться Строить отношения Возвышенные Не просто болтать О футболе А строить Возвышенные отношения Какие-то с людьми Говорить о чем-то Светлом Высоком Это жизнь А все остальное Это просто сон души Лень и сон души Все И вот Теперь вопрос Олег Геннадьевич А семья-то будет Обязательно Как только человек Чуть-чуть для Бога Что-то делает Для чистого Светлого Назад приходит Очень много Видите Я совсем немного Для Бога Сделал В своей жизни Я вижу Столько вас Хороших людей Глубоких Чистых Светлых Бог Бог Мне приводит Сюда Самых Лучших Людей Каждом Городе И сажает Передо мной И они Смотрят На меня Такими Влюбленными Глазами Такими Хорошими Глазами Я совсем Немного Богу Сделал И столько Назад Он мне Отдает В виде Ваших Лиц Разве Я Достоин Такого Ответа Поэтому То же самое У вас То есть Чуть-чуть Надо для Бога Сделать И Он Будет вам Отдавать Очень много Назад Но проблема В том Что мы Не хотим Ничего Отдавать Мы хотим Только себе Мы хотим Счастья Олег Геннадьевич Чуть-чуть Счастья Я постарался Вкратце Описать Вам Самые Главные Вещи То что Нужно Человеку Знать В трудных Каких-то Ситуациях Жизни Эта тема Очень глубокая Обширная У меня Есть много Лекций По семейным Отношениям Они Все Есть В свободном Скачивании На сайте Тарсунов.ру Также На сайтах Моих Друзей Вот Пожалуйста Продолжайте Идти Тем же Путем Вы пришли Уже На лекцию Теперь Идите Дальше Не Мне нравятся Мои лекции Ищите Другого Кого-то Человека Который С вами Сердечно Так Разговаривал О важных Вещах В жизни Кто Ищет Тот Всегда Найдет Кто Весел Тот Смеется Кто Ищет Тот Добьет Как там Кто Хочет Тот Добьется Кто Ищет Тот Всегда Найдет Мне через 20 минут Надо ехать В аэропорт Давайте Пожалуйста Самое главное Хочу сказать В конце Запомните Одну Самую Главную Вещь Глубокое Общение Или Глубокие Отношения С тем Что нас Окружает Меняет Судьбу Это самое Главное В жизни Не пускайте В эти Глубокие Отношения Ненужные Телепередачи Не пускайте Людей Которые Болтают Всякую Ахинею Что все Плохо Вот это Не пускайте В свою Жизнь Ищите Чистых Светлых Отношений Ищите Людей Которые Будут Говорять О возвышенных Вещах Смотрите Вас Сколько Здесь Перезнакомьтесь Обменяйтесь Телефонами Если Вы Не знаете Куда Вам податься У нас есть На сайте Такой Вид деятельности Люди Создают Клубы Благость Вы просто Сами Можете Создать Такой Клуб Объявите У нас На сайте Всем Что В Иркутске Ко мне Приходите Домой И мы Будем С вами Общаться Слушать Лекции Вместе Вот Сами Создайте Свою Судьбу Можно Любому Человеку Создать Такой Клуб Благость Надо Познакомиться Там С администраторами На сайте Как бы Договориться Вас Выставят На сайте Там Укажут В телефон Ваш адрес И так далее Собирайте Вокруг себя Общайтесь На лекции Беседуйте О возвышенных Вещах Не Оставайтесь В одиночку Не бросайте Себя В океан Этой Бессмысленной Жизни Ищите Осмысленности Ищите Правильного Общения В общении Человека Крылышки Появляются Вот Сейчас Вы после Лекции Пойдете Вам будет хотеться Жить Пройдет Немного Времени Опять Назад Все пойдет Это означает Не хватает Отношений Не хватает Общения Слушание Лекции Слушание Духовной Музыки Ходить В храмы Это тоже Общение Духовное Это надо Делать Обязательно У вас Столько Замечательных Храмов В городе Надо Все посетить Посмотреть Е-мое Не оставайтесь В этом Замерзшем Состоянии Работа Дом Семья Телевизор Дача Замороженная Жизнь Это жизнь Это все хорошо Все это нужно Для жизни Но жизнь Нужна Для другого Не для машины Дачи Работы Огорода Она нужна Для того Чтобы сердце Наполнилось Силой Отношений С чистым И светлым Надо почувствовать И понять Что есть святые люди Что есть священные писания Есть чистые и светлые О которым надо Постоянно думать В своем сердце И тогда Жизнь Начнет Меняться В лучшую сторону Это доказано Я Свою диссертацию Защитил На этом Это научно Это доказано Это работает Мы исследовали 850 человек И результаты Были очень мощными Но у нас На сайте Есть статистика Что Уже 22 По-моему Тысячи человек Проголосовало Что их жизнь Изменилась Благодаря слушанию Лекции А сколько Еще не проголосовало Там на сайте А в группе Вконтакте У нас сейчас 150 тысяч человек И они общаются Между собой И ищут истину А творческие люди Ставят свои песни Там свои стихи И можно почитать Это все Не булькайтесь В несчастье Пытайтесь выбраться Ищите себе общение Не с нами Так с кем-то другим Оставайтесь Оставайтесь Вот в этом общении О Боге О возвышенном О чистом О светлом Ищите святости В жизни И вы увидите Как жизнь Начнет быстро Меняться Не надо будет Долго ждать Нет другого пути Нет другого пути Не думайте Что там Тренинги Психологи Вам еще Астрологи Там какие-то йоги Экстрасенсы Еще кто-то Вам поможет Поможет только Духовная жизнь Больше ничего Не может помочь Человеку Духовная означает Душа Мы души Понимаете Мы не ум Не тело Не политическая партия Не страна Не город Мы душа Душа хочет Духовная жизнь Духовная означает Думать о чистом Светлом О возвышенном Все Вот это Духовная жизнь И действовать На этой платформе Отношения На этой платформе Строить Вот я приехал Сюда Меня поселили В квартиру Одной девушке Девушка Меня поселила В своей квартире И у нее есть Одна трудность В жизни Ей тяжело Выйти замуж Не может Выйти замуж И она С такой любовью Заботилась Обо мне Еще несколько Девушек Приходил Готовила Там Помогала У меня в сердце Такая благодарность Им возникла И когда Перед этой лекцией Я должен был Утих Уже на лекцию Они подошли Ко мне Благословите меня Благословите Если у меня Если у меня их есть Я подумал Если у меня есть Пускай у вас Все будет хорошо Мы так должны жить Мы должны служить Заботиться Друг о друге Понимаете Чтобы у нас В жизни Вот такие отношения Были Глубокие Чистые Светлые И тогда Кланяться Священному Писанию Я хочу Вам служить Дайте мне Учите меня Чистой жизни Я желаю Всем счастья То есть С позиции Вот этой чистоты Желать счастья Всем Сначала В сердце Появится Спокойствие Значит Карма уже Снижается В сердце Легче становится Потом Появится Знание Что делать Потом Появится Вера Что это Правильный Путь Три стадии Которые Вы можете Пройти За 10 минут Вот сейчас Или Допустим Просто Вы почувствуете Что здесь Хорошо Этого Уже Достаточно Значит Вам захочется Еще раз Сделать То же Самое Я желаю Всем Счастья Это не Панацея Это Просто Тренинг Способ Настраиваться При молитве Потом Вы можете Желать Всем Счастья Повторять Это Дома Придет Время Будете Повторять Молитву Что более Развито Правильно Дел Но Потом Сердце У вас Всегда Будет Чувство Я желаю Всем Счастья Это останется И то что Молитва Началась Я уже Не желаю Всем Счастья Я буду Продолжать Желать Всем Счастья Но Нужно Отношение С Богом Молитва Означает Отношение С Богом Нужно Строить Антеночку Себе Сделать Отношение С чистым Светлым Оставить Своим Сердце Я Желаю Всему Счастья Я Желаю Всему Счастья Я Желаю Всем Счастья Я Желаю Всем Счастья Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам, добрые люди. Я желаю вам всем счастья, любви и полного знания. Всего самого святого. Простите меня, если я не смог сказать вам конкретно то, что вы ждали. Я надеюсь, что вы, послушав лекцию, узнаете все необходимое. Я очень благодарен вам за то, что вы были на этих лекциях со мной за это время. Счастливо. Всего доброго. Я сейчас должен буду бежать прямо на самолет ехать. Поэтому... Мы хотим вам подарить подарок от всего нашего города. За все, что вы делаете для нас. За то, что даете знания, которые помогают нам изменить нашу жизнь для себя и для своих детей. Мы искренни. Вам хотим подарить такой необычный и символический подарок. Это денежная купюра, которая все реже и реже встречается в обороте. И, тем не менее, здесь нарисована самая главная достопримечательность нашего Красноярска. С подписью, с любовью и преданностью от Красноярска. И в этих словах абсолютная сердечная искренность. Я думаю, вы поддержите меня. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы будем искренне надеяться, что ваши приезды к нам будут чаще, будут регулярными. Правда, спасибо вам за все. Спасибо вам за все. Мне у вас понравилось, как вы старались приезжать. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам за все. АПЛОДИСМЕНТЫ